Здравствуйте, уважаемые слушательницы! Я неожиданно для себя даже не думал, что когда-то буду записывать это видео, но хочу попробовать вам помочь разобраться в причинах климакса. Хотя я сам и не доктор, но я, по крайней мере, как минимум человек тоже с высшим образованием. И человек, который всю жизнь вообще изучает медицину, собирает различные знания по медицине. Всю жизнь я этим занимаюсь и много-много чего накопил. У меня много вообще есть видео по поводу лечить, ну как бы действительно советы, которые собирательно, где-то я от других людей перенимал, где-то сам до чего-то доходил. Но чаще, конечно, это все мы берем где-то. Но то, что не совпадает, конечно, сейчас, допустим, многие болезни, их тот же климакс взять. Ведь нет такого, что ты пойдешь к врачу, определенно, вот возьмите болезнь, да, какой-нибудь глисты. В любом случае, естественно, ты пойдешь, есть таблетки, да, от глистов. Ты их пропил, все, они пропали и все. Чего не скажешь, как бы, о климаксе. Многие бьются годами над климаксом и не могут ничего с этим сделать. Он просто терзает их, там, годами. И ничего не происходит. В общем, я хочу сказать только одно, что вот у нас человек тоже в семье. Его сейчас, допустим, эти проблемы беспокоят. Ну, в средней степени тяжести нет такого, конечно, как слушаешь других. И там, ну, жуткие симптомы. Я просто лишь хочу сказать, что предостеречь, как бы, многих, от кого уговаривают доктора на то, чтобы они делали гормональную терапию. Потому что хотел бы, правда, предостеречь. Сейчас я сниму, типа, просто лекарства. Они, главное, что, чем плохие вот эти гормональные, то, что многих потом разносят. И там женщина весила, скажем, 70 килограмм. И она потом начинает весить после этого 110 килограмм. То есть, и все. И потом проблемы с сердцем и прочее начинается. Ну, знаете, неравноценная цена за то, чтобы избавиться от приливов. Конечно, протекал, допустим, у мамы также он протекал. Там не только приливы. Там, помимо этого, прям вегетососудистые расстройства. Панические атаки и еще прочее. Но, опять же, миллион раз подумайте. Я, например, лично для себя убежден, что это абсолютно бредовая затея колоть какой-то гормональный препарат по назначению какого-то гинеколога или кто там назначает это все. Я просто немножко вкратце хочу рассказать, что мы пробовали, что нам помогало, не помогало. Значит, вот ременс пили. Это был уже третий флакон вот этого ременса. Он, можно сказать, почти что ничего. Он еще и дорогой и почти не помогает. Как бы... Ну, хотя пили по рекомендации одной тетеньки, она сказала, только меня он и спасал. Вот видите, как все идеально. Не буду на нем клеймо ставить, абсолютно не помогло. Триптюбик, а так просто как бы ушли в пустую. Потом на Вайлдберрисе продается вот такой вот реклемонорм. Стоит это все недорого. Продается цимифуга с группой В. Там витамины группы В и цимифуга. Цимифуга и красный клейвер это вообще очень хорошие растительные препараты при климаксе. Вот их тоже рекомендуем. Вот вторую банку уже взяли. Здесь много. Здесь абсолютно пуст. Уже открыли пьем. И вот оно именно, конечно, одно само по себе слабовато. А вот когда реклемонорм вместе с цимифугой, то окей, как говорится. Неплохой результат. Снижается частота приливов. И ночных, в принципе, за ночь может быть максимум три прилива. Ну и то такие, что даже как бы некоторые не мешают спать. Не сильно что-то такое. Бывает вообще, что нет. Периодами пропадает. Видать, какой-то эффект идет. Вот потом еще неплохие. Вот все это бралось на Вайлдберрис. Элеви и Миносон. Миносон вот турецкий какой-то препарат тоже. Но вот он, кстати, вот Миносон. На Миносон была небольшая побочка в виде такого, что что-то типа как давление немножко понижает он. И от него какая-то как сонливость появляется. Так что будьте осторожны с Миносоном. Вот они рекомендуют сразу сколько-то капсул принимать. Вот не стоит. Вот производитель Турция вроде внушает. Отзывы тоже читайте. Там мы тоже поначитались и взяли по этому. А что в составе опять же Миносон? В общем, вроде как хорошо. Экстракты всякие. В общем, разные. И, короче, не пейте больше одной капсулы. И только после еды. Все вообще принимается только после еды. И витамины, и это. Я бы даже кому-то советовал. Я так делал сам. Берете вот такую капсулу, но ее раскрываете. Половину оттуда высыпаете этого вещества. И начинаете с половинки. То есть, половину даже можно отсыпать. Потому что если кто-то в бочку впоймает, может быть неприятно. Долгая голова, может болеть давление, упасть. В общем, в чем суть, мне кажется, смотрите, вообще суть этого климакса в том, что, опять же, понятно, что это не снижается выработка этих гормонов. Женских эстрогенов эти там, еще какие-то. И оно, конечно же, все это опосредованно происходит. То есть, у кого, почему, вот, даже если задуматься, вот давайте задумаемся. У одних климакс протекает легко, а у других шарашит по полной программе. Вот, допустим, можно также аналогию, вот, допустим, меня взять. Я, допустим, это не женщина, но вот у меня есть некоторая степень. Вегетососудистыми расстройствами. И у меня, допустим, тоже там какое-то время и панические атаки были, и давление, и это. А вот другой человек, он более невосприимчив к этому. Но, опять же, в общем, все к тому сводится, что гормоны-то, они вырабатываются. Не обязательно сразу прибегать к тому, чтобы брать и начинать их колоть. Это небезопасно, это вредно, это, скорее всего, приведет к неуправляемому росту массы тела, который не остановишь, и потом от этого не избавишься никак, фактически здоровый человек станет полностью инвалидом. То есть превратится в человека с какой-то серьезной степенью ожирения. Поэтому вы никогда не спешите колоть или принимать эти гормоны. Скорее всего, гормоны можно наладить путем исследования. Вот можно даже пойти кровь сдать в какую-нибудь, ну, хорошую, лучше качественную поликлинику. Ну, да. И, знаете, как сдать на, получается, на все-все-все-все витамины, и которые контролирующие вот эти вещества, что именно у нас не хватает в организме. Допустим, там, Д не хватает, витаминов группы В не хватает, там, В12, а, допустим, В9, какого-нибудь еще витамина не хватает, и восполнять вот эти дефициты. А так лучше, конечно, даже можно, даже без анализов, попробовать переменять в разрешенных инструкциями, да, и можно проконсультироваться там с каким-нибудь врачом пойти. Ну, сейчас много людей уже так, по такому принципу действует. Они берут и просто, вот смотрите, покупают там витаминки, да, откуда мы знаем, в чем там проблема. Почему эти экстрагены, там, гормоны, они не вырабатываются в нужных количествах. Просто банально может не хватать вообще самого банального, там, вот йод, там, допустим, он, щитовидная железа, это ж не только вот эти Т3, Т4, там, какие-то гормоны, как они там правильно называются. Оно влияет все, это как замкнутый круг, знаете, вот эта цепочка, это ж организм единое целое. Вот, допустим, может там не хватать даже В12. А потом, в итоге, из-за этого и приливы сильные, и организм слабый. То есть, как бы, вот лечат там, проверьте свой гемоглобин. Вот, потом гемоглобин лечат, берут, принимают В12 вместе с В9. Вот это, кстати, хилатные формулы. Но я, вот именно их, кстати, я не рекомендую. Мне не очень понравилась фирма Solgar. Это не реклама, я сам их очень редко пью. У меня побочка, вот я тоже, железо. Оно пьется так, вместе железо, В12 и В9. Это восполняется именно уровень железа и гемоглобина в крови. Это именно все хилатные формулы, вот железо тоже хилатное. Оно дает какую-то побочку все-таки. На ЖКТ нету побочки, но есть на суставы. Сразу же как-то чувствуется, знаете, я не знаю. Не очень хорошее это все. Вот от этого я пью, у меня вообще никакого эффекта нет. Тут как будто ничего не пьешь. Написано метилфалат. А вот на этот он сильный какой-то, В12. Может у меня просто переизбыток его. Я пью, мне как бы начинает немножко штормить от него. Как-то нехорошо становится. Так я пью какую-то часть таблетки. Потому что 1000 микрограмм это лошадиная доза. Это как раз людям, у кого есть недостаточность этого витамина. Значит он ему подойдет. Метилкабаламин В12. И вот может быть в любом, понимаете, вот это хороший комплекс В. У кого-то есть, допустим, нехватка этого В витаминов какого-то. Вы просто принимаете и опосредуя, допустим, у вас там хроническая нехватка какого-то В8, там В7, В5, В2, их бафлавина, В1 там. У вас уже, а он влияет ведь, вот тот же В1, тиамина, хлорид, тиамин, вот этот, тиамин. Вот это тоже хилатная формула. Вот этот я всем рекомендую, этот В-комплекс. Только не целую таблетку, а где-то по четверть таблетки принимайте. Потому что они очень концентрированные и сильно действуют. И уже от этого идет разлад. Уже от этого не вырабатываются эти гормоны. В общем, это все сводится к тому, что гормоны, они не вырабатываются, потому что у вас не хватает каких-то минералов или витаминов. Ищите там, копайте там, и когда вы найдете, тогда вам будет счастье. И также исключайте из рациона масло, жареное, вот это все подсолнечное масло, олейное, вот это все выключайте, убирайте все сосиски, копченую колбасу, ерунду, вот эту вот кофе растворимый, все вредное убирайте, вредные привычки убирайте, ложитесь вовремя спать, пейте минералочку. Понимаете, вот B3, никотиновая кислота тоже, может в ней причина быть, потому что есть даже болезнь Пелагра при нехватке этой никотиновой кислоты. Вот, возможно, вообще в нем причина, вот в этой нехватке, вот этой хронической нехватке, вот никотиновой кислоты, это витамин B3, вот наши прекрасно делают фармстандарт. И вот от этого уже тянется, вот это вот все, да, еще главный витамин, вот аскорбиновая кислота, но это с глюкозой, ладно, вот смотрите, я вам покажу, в порошке у меня прям в кармане она лежит, она вообще отвечает за синтез коллагена. Это же вообще коллаген, это он для суставов, вот этот, выработка хрящевой ткани, суставы, и вообще в целом молодость, морщины, вот это все, это все коллаген. А у нас аскорбинки хроническая нехватка, нам нужно минимум по 500, 600, 700 миллиграмм в день хотя бы принимать, лучше можно даже по грамму каждый день, чтобы у нас коллаген вырабатывался в нужных дозах, и гормоны, чтобы функционировали. Все, нужны витамины, понимаете? А вы хотите ничего не делать, надо есть полезные вещи, понимаете? Вот яблоко, возьмите яблоко, задумайтесь, вот как часто вы едите яблоко? Ну наверняка же вы как бы пренебрегаете этим, потому что темп жизни, он вас сбивает с того, что вы просто даже банально не находите себя. Ешьте фрукты, овощи, вот орехи, возьмите грецкие орехи, свежие только, когда они вот сейчас сезон, раз, маслянистые. Фейхуа продаваться сейчас стало, там много йода, много всяких полезных. Орех, омега-3 там же в нем содержится. Рыбий жир хороший у нас люми делает, обогащенный АДЕ, кстати. Фирма люми, рыбий жир забейте, это тоже омега-3. Икру красную иногда, чуть-чуть купить полезно, поесть тоже омега-3. Такую лучше, конечно, брать, бывает, ну просто эволар это вообще пустышка, я не советую там купить омега-3 эволар. Лучше купить, я вам советую вот рыбий жир люми. Или просто натуральную красную икру купить, там баночку 250 грамм. Можно подешевле находить, вот я допустим, мы берем икра на дону, там доступные цены. Магазин, вот. И надо кушать все полезное. Грейпфрукт, очень классный, вот еще из фруктов советую. Грейпфрут, он прям головную боль даже убирает. И помимо грейпфрута, еще киви. Вот эти регулярно кушать. И плюс обязательно БАДы, потому что мы из пищи не можем получать. И еще базовый витамин, витамин С, это запомните, аскорбиновая кислота. Лайнус Полинг вообще по 10 граммов принимал, но я никому не советую, сам так не делаю, естественно. Я принимал один раз максимум, это 8 грамм, когда я болел. Вот, побочки не было, но зато на следующий день не было температуры. Но в обычный день я, конечно, столько не приму. Но я каждый день минимум 600-700 миллиграмм принимаю, когда есть. Если ОРВИ у меня, я принимаю его много. Если нет, то это. И он способствует вот этому всему тоже. То есть вам необходимо принимать разные комплексы. В общем, все витамины, запомните, пьются только строго по инструкции. Нельзя завышать дозы. Ни в коем случае нельзя завышать дозы витаминов группы В. Никаких, ни витамин А нельзя завышать. Витамин Е, тоже витамин молодости. Вот витамин Е, витамин молодости. Его нельзя завышать. Вот. Можно только, вот только аскорбиновая кислота, вот только ее можно завышать. Ни один другой витамин нельзя. Будет обязательно у вас побочка нехорошая, будет голова болеть, будет вам плохо. Это вообще опасно даже для жизни. Только все по инструкции. Вот сколько там есть инструкция к препарату Вот сколько написано, что можно Вот тут написано, допустим, таблетка В день всего, в сутки Все, больше нельзя И учитывайте, что другой Если вы другой принимаете комплекс Ревит, гексовит, какой угодно Комплевит То все, значит, больше нельзя У вас норма принята Там B6 в день больше нельзя B12 нельзя E, A, D Все это нельзя завышать Но обязательно надо принимать Восполнять витаминные дефициты И тогда гормоны тоже стабилизируются Тогда частота и сила приливов уменьшатся А так, не ждите чуда Конечно же, это все период Его невозможно, в принципе, прям до конца победить Поэтому отнеситесь просто как к должному И в той или иной степени он, конечно, у всех будет Это редкий человек, редкая женщина Которая, ну, которая вообще, ну, протекает бессимптомно У нее климакс То есть наберитесь терпения и не зацикливайтесь И чем меньше вы, ну, чем больше вы будете, как бы, отвлекаться И, как говорится, смотреть ему в лицо и говорить Да я плевал на тебя Мне плевать, ну, как бы, на то, что Тем лучше будет, тем быстрее он отступит Самая главная психологическая победа Внутри, как бы, своего сознания И это как вот такая же история с паническими атаками С бессонницей и прочими вегетососудистыми расстройствами Когда мы начинаем болезнь, как говорится, смеяться в лицо Отрицать ее и говорить, что да ты сегодня есть, завтра тебя нет Не делать из этого проблему, не зацикливаться А в противном случае, когда мы зацикливаемся на чем-то То оно лишь только учащается и сила, и частота Вот этих всех приходов, приступов И всего вот этого нехорошего, негативного Так что настраивайтесь на позитив И у вас ждет, безусловно, хорошее состояние, самочувствие И все будет хорошо Вовремя ложитесь спать Занимайтесь физкультурой Много, побольше двигайтесь Вот, соблюдайте диету Исключите все, вот это копченое Колбасы, сосиски, все-все-все Все масло выбросите из дома Просто выбросите его Оно не нужно, незачем Мы сейчас просто берем, на сковородочку на дно налили Водички туда покидали, котлетки, мясо И все, мясо еще сок пускает вместе с этим Какой-то жир идет, перекрутили мясо Все равно, что там жирок есть Он пускает жир Этого достаточно, это все натуральное То, что у вас масло, даже кто-то говорит, что оно натуральное Или оливковое, это все глупости, не верьте Это сплошные трансжиры Сплошное пальмовое масло Сплошная вот эта вот мерзость Которая залепляет нам сосуды Делает нам вот этот атеросклероз Создает и прочее Ни в коем случае никакое масло не надо принимать Вот именно растительное Вот эти вот рафинированное, дезодорированное Это все глупости То, что нас отравляет И делает нас больными А так не слушайте никого Это все глупости Насчет того, что надо гормоны эти применять Это все ерунда И просто никто не отвечает за ваше здоровье Потому что, грубо говоря, кого-то завтра разнесет Под 200 килограмм и никто никакой ответственности Естественно, за это не понесет Вот и все Это пустые слова Врач и врач, типа, лечащий отвечает Каким образом отвечает? Никто Наше здоровье только ответственность И все в наших руках Так, в общем Занимайтесь физкультурой Вовремя ложитесь спать Бросайте вредные пучки, если курите Не будут потреблять алкоголь совсем Никакие вот эти вот электронные сигареты Вейп Прочее Ложитесь вовремя спать И обязательно молитесь Верьте в Господа Бога Молитесь Каждый день Это самое главное Мы в этот мир все Приведены Не случайно И потом все мы Предстанем перед Богом И он Нам даст Уже потом Как говорится По заслугам вас даст Но Стоит, как говорится Более-менее хотя бы Себя нормально вести И просить у него И он обязательно даст Всего доброго Здоровья вам Вам и вашим близким здоровья И будьте счастливы И берегите себя Все у вас будет хорошо Никогда не отчаивайтесь Все будет отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому